МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Чистая вода придет в Ленин-Аул. В селе совсем скоро достроят водопровод. О ходе строительства сегодня в выпуске. 8 несанкционированных сфалок и штрафы на 6 миллионов рублей. В управлении Россельхознадзора по Дагестану подвели итоги деятельности за 2018 год. Они заслужили цветы и теплые слова от главы республики получили более 30 женщин Дагестана. Создатели фейковых новостей начнут блокировать и штрафовать. Российскими парламентариями принят закон, предусматривающий блокирование информации в СМИ, не соответствующей действительности. Кроме того, предусмотрены штрафы для тех, кто распространяет такие новости и в социальных сетях. Речь о материалах, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия вплоть до смерти человека, нарушающие общественный порядок, подрывающие работу объектов жизнеобеспечения. В зависимости от этого размеры штрафов составят от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В детском саду селения Советское Маграмкенского района зарегистрированы случаи отравления. 22 ребенка и двое взрослых сейчас госпитализированы в Маграмкенскую центральную районную больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Тяжелых среди них нет. Госпитализированным детям от 2 до 4 лет. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и руководства республики проводится эпидемиологическое расследование отравления. Качественной воде в Ленинауле быть. Совсем скоро в селе достроят водопровод. Лично проверил ход работы министр сельского хозяйства и продовольствия Абдулмуслим Абдулмуслимов. Водопровод повозводится в рамках реализации программы устойчивого развития сельских территорий. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 1 апреля текущего года. Сейчас идут пустоналадочные работы. В то время как население получает воду водовозами. Люди получают воду водовозами, покупают воду, потому что мы старую водопроводную сеть воду запускать не имеем права. Потому что Роспотребнадзор по микробиологическим требованиям, показаниям, запретил пользоваться этой водой. Расходы тоже из бюджета необходимо привести. У нас таких сетей тоже в бюджете не присмотрено. Чиновники отметили, что ввод в эксплуатацию водопровода позволят наконец решить многолетнюю проблему и обеспечить селян качественной водой. Напомню, в начале года в селении Ленинаул произошло массовое отравление. С симптомами острой кишечной инфекции к врачам обратились 77 человек. По данным Роспотребнадзора, причина – загрязнение питьевой воды. Восемь несанкционированных сфалок, штрафы на сумму более 6 миллионов рублей и тысячи протоколов о правонарушениях. Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану подвели итоги деятельности за 2018 год. Только в сфере земельного надзора сотрудниками ведомства обследовано около 200 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Отобрано и направлено для исследований 313 почвенных образца. На собрании также активно обсуждался вопрос неэффективного использования плодородных земель. Иногда обидно и больно бывает, когда ты ездишь по населенным пунктам, по нашим селам, деревням, по нашим аугам, когда видишь бескозный двор, когда видишь неочищенные поля, заросшие гуляном, заросшие лоховником. По словам инспектора в управлении, они не раз направляли в Министерство имущества дела о нарушении земельного законодательства, но проблемы оставались нерешенными. Министр посоветовал сотрудникам Россельхознадзора обращаться в таких случаях сразу в прокуратуру. Светы и теплые слова в честь весеннего праздника. Владимир Васильев поздравил с 8 марта дагестанских женщин. В числе приглашенных представительницы самых разных профессий, чей труд высоко ценится республикой. С некоторыми из них познакомилась и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Ей слово. Женщины-учителя, женщины-врачи и женщины-предприниматели. Они трудятся в разных сферах, но всех их объединяет одно. Каждая работает с душой и полной отдачей. Всего в списке лучших представительниц прекрасная половина – более 30 фамилий. Вегистан, страна гор, свековые традиции, с очень богатой культурой, множественных языков сохраняет это благодаря кому. Благодаря женщине, благодаря матери, которая с молоком, с колыбельной песней передает культуру обычный язык. Награду из рук глава региона получила артистка балета Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» Мадина Гаргатцева. Все начиналось с хобби, теперь стала работой. Жизнь ее наполнена танцами с самого детства. Эта награда очень дорога для меня, потому что это оценка моих стараний, моего труда, моей работы. Ну, очень многое значит. Я очень благодарна за то, что оценили мой труд. Среди награжденных их одежат Шахалиева. Вот уже более 20 лет она руководит просветительским центром для женщин-мусульманок. Они занимаются возрождением духовности и нравственным воспитанием подрастающего поколения. Свои заслуги женщина оценивает скромно. Впервые, наверное, общественные организации, тем более связанные с духовно-нравственным воспитанием, как мы занимаемся региональной общественной организацией «Женщины-муслимат», вот на таком высоком уровне отметили. Это означает, что руководство повернуется лицом и к общественным организациям и поняли, какой вклад они вносят в развитие республики, его процветание. Владимир Васильев отметил, что республика славится успешными и талантливыми женщинами, которые активно проявляют себя во многих сферах, а их роль в обществе с каждым годом растет. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сотрудники МВД не остались в стороне и также поздравили коллег-женщин. Следующий сюжет об одной из представительниц, казалось бы, недамской профессии, с которой она вполне справляется. О нелегкой службе майора полиции Асиад Сулеймановой сюжете Луиза Раджабовой. Ей с детства нравилась форма. Кем быть Асиад решила еще в юности. В то время, как подруги выбирали, кем быть, врачом или учителем, она упорно готовилась к поступлению в Рязанскую высшую школу МВД России. Отучилась 4 года, вернулась в Дагестан и устроилась в Кировский отдел полиции. У меня старшие сестры, две сестры закончили Рязанскую высшую школу. Конечно, когда они приезжали на каникулы, я видела их в форме и восхищалась ими. Мне очень нравилось, как красиво им идет форма. И с детства мечтала тоже учиться работать в форме. Несмотря на трудности рабочих в будня, Асиад ни разу не пожалела о выборе профессии. Строгий, но справедливый инспектор. Каждому ребенку ищет подход, старается найти причину тому или иному поступку. Педагог и юрист в одном лице. Именно так о капитане полиции отзываются коллеги. Она добродушная, она может найти подход к детям несовершеннолетним, что ее связывает, профессиональная деятельность ее связывает с несовершеннолетними детьми. Она может расположить себе детей. Не было такого, чтобы в адрес нее кто-то пожаловался, там родители или дети какие-то. Скажем так, человек своего дела, она знает свою работу. Асиад знает практически каждый школьник на районе. Она часто проводит профилактические занятия в образовательных учреждениях, общается с ребятами, рассказывает о правах и обязанностях юного гражданина. С Асиад Шахмедовной мы работаем уже несколько лет. Знаем ее как исполнительного сотрудника, как отзывчивого человека, как инспектор ПДН по делам несовершеннолетних. Всегда поможет ребятам, школьникам и советам, и напутствием. Нам очень приятно работать в одном коллективе с таким прекрасным человеком, как Асиад Шахмедовна. Терпение и любовь к профессии – вот что ей помогает в работе. И даже в кануе праздника она на рабочем месте. Первым делом служба – от святых и поздравления потом. Луиза Раджабова, Дауд Касанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанцы присоединились ко всемирной акции чтения вслух. Мероприятие прошло в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Гостями учреждения в этот день стали преподаватели и учащиеся школы номер 58. Школьники читали вслух не только предложенные им тексты, но и свои любимые стихи. Мать качает сына, думая не зря. Все плохие мысли от себя гнала и с какой гордостью в первый класс вела. Годы пролетели вниз с горы летой. В жизни у мальчишки первый выпускной. Далее учеба в городе большом, а потом сыночек в армию ушел. На сегодняшний день акции успешно проходят в библиотеках более чем в 65 странах мира. Цель праздника – пропаганда грамотности как право любого гражданина. Ни одно мероприятие, которое мы проводим в библиотеке, не проходит без участия детей, потому что это наши будущие читатели. Многие приходят с родителями, здесь записываются, получают у нас литературу, особенно по школьной программе. А так у нас в неделю два-три мероприятия проходят и постоянно с детьми. И к новостям спорта. В республике будут развивать санны спорта. О перспективах этого направления говорили на совещании в Министерстве спорта с участием президента Всероссийской Федерации санного спорта Натальи Гарт. Гостя рассказала о достижениях российских атлетов и поделилась дальнейшими планами. Дагестан станет первым регионом на Северном Кавказе, где санный спорт будет притворяться в жизнь. Руководитель ведомства Магомед Магомедов поддержал идею и пообещал полное содействие. Стороны сошлись во мнении, что у региона есть все возможности для развития вида спорта. И он должен прижиться в республике. Я считаю, что у вас в республике как раз в районе таких спортсменов, которые готовы заниматься этим видом спорта. Также здесь есть необходимые горные рельефы. Мы сейчас займемся изучением, где лучше сделать центр развития санного спорта. В Дагестане уже создана региональная федерация санного спорта. Ее возглавляет известный призер чемпионата мира по вольной борьбе бизнесмен Раджа Пасхабалеев. Ну а к нам продолжают приходить хорошие новости из Сербии. Там в эти дни проходит молодежное первенство Европы по спортивной борьбе. Накануне в борьбу за путевки в финал вступали девушки. В весе до 55 килограммов три яркие победы одержала Виктория Ваулина. Сегодня ночью представительница спортшколы имени Садулаева в схватке за золото сойдется с Борчихой из Турции. Ну а минувшим вечером определились медалисты на турнире среди борцов греко-римского стиля. Дагестанский классик Магмед Ярбилов в финале уступил грузину Роману Заидзе. В Махачкале прошло закрытие городского шахматного соревнования «Белая ладья». Турнир памяти Марата Бучаева в этом году собрал рекордное количество команд. За звание лучших боролись 36 общеобразовательных учреждений. В нашей республике очень не хватает таких высокоинтеллектуальных детей. И то, что турнир имени моего брата Бучаева Марата уже четвертый год прекрасно шагает по республике, и число участников школ, детей увеличивается из года в год, вселяет лично в меня большую надежду, что в республике Дагестан есть откуда черпать умы для дальнейшего развития. По результатам турнира команда лицея номер 30 заняла первое место и получила право представлять Махачкалу на республиканском этапе. Состоится он с 23 по 29 марта этого года. Победителям вручили дипломы, кубки, медали, а также ценные призы. Турнир очень массовый, и он является обором на республику. А кто выиграет республику в марте этого года, вот уже совсем скоро, тот поедет на первенство России в Сочи. Там международные соревнования будут присутствовать, два десятка иностранных государств, то есть команды, которые победят у себя, свои государства, такие команды, как Индия, Армения и многие-многие другие. Хочу сказать, что этот турнир настолько популярен, что его уже дважды посещал в Сочи Владимир Путин, президент нашей страны. Это очень массовый, очень популярный турнир еще с советских времен. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова